друзья всем привет меня зовут максим вот вы на канале обычный индивид это новая рубрика на моем канале отзывы будут вас волном благостные радостные и приятные отзывы но начну эту рубрику с отзыва о компании сотового оператора мегафон услугами которого и мне пришлось воспользоваться не так давно 18 числа я пребывал в сочи хотя сам проживая в абхазии и выбрал оператора по подходящему мне тарифу вот тарифным условием давайте я перейду тогда скрины и мы посмотрим и условия оператора были следующие 450 рублей в месяц вот интернет в мессенджерах и социальных сетей безлимитный интернет в общем 20 гигабайт собственно безлимитный интернет безлимитно где-то тут не сказано еще 700 минут по россии хорошо 15 рублей абонентская плата в сутки вот ну все думаю хорошо беру то есть неделю побуду неважно сколько потрачу тарифа то есть удобно немного денег потрачу и поговорю со всеми интернет будет они не предоставили мне интернет на что я получил следующее сообщение вот уже во вторник вот во вторник сегодня смотрите давайте посмотрим сегодня у нас четверг двадцать седьмое число то есть это во вторник 25 числа я получаю такое вот сообщение здравствуйте меня зовут марк я занимался рассмотрением вашего обращения по вопросу работы пакетов по тарифу то есть у меня не работал интернет в общем выявлено что номер действует пакет короче какая разница мне там чуть действует то есть какой-то и бред непонятно их внутренние там системы короче в итоге пользуйтесь интернетом без ограничения опасений в качестве благодарности ну 200 рублей ну то есть я просто неделю без интернета провел и они ну считают что это ну 200 рублей стоит то есть но такое как бы на неуважение в 200 рублей они оценили свое неуважение ладно пойдем дальше это было 25 числа теперь смотрите подключение 25 декабря в два часа у меня подключена услуга услуга кто звонил плюс с абонентской платы полтора рубля и замени гудок с абонентской платы два с половиной рубля вот это при том что договор составленный я вам сейчас покажу пожалуйста внимание 18 числа мегафон вот мой номер так делал мой номер вот он я максим алексеевич понимаете в чем дело то есть своевольно подключают услуги идем дальше идем дальше бездимитный интернет они мне сейчас придем к переписке они мне говорили подключись и бездимитный интернет я вот перешел и где описано на вашем тарифе опция недоступна выберите новый тариф то есть как может оператор советовать то что как бы не работает вот еще раз мы вернулись к условию моего тарифа а вот смотрите внимательно конференц-связь подключена 4 декабря договор составлен от 18 как это может быть мегафон и они мне не ответили на эти вопросы вот я задаю им в чате номер могу показать давайте мы мы вообще сейчас возьмем просто и позвоним так это не мы не будем тут немножко не то вот набираем 0 500 мегафон будет интересно услышать вот видите сбрасывается смотрите можем сделать следующим образом вот у меня есть такая шпаргалочка шпаргалочка смотрите где написано вот например теле 2 и это там мегафон но это еще у меня с россии осталось вот справочная видите первая строчка мегафон там 8 800 в общем набираем этот номер 8 800 1 2 3 0 500 так проверяю вроде да звоню меня просто добавили черный список с моего номера я не могу им дозвониться я уже звонил у меня есть записи разговоров с ними и когда я даже предъявлял за то что мне не предоставлены пакет интернета сначала мне сказали сутки я думаю хорошо подожду недоразумение но через сутки я сделал еще пару звонков с претензиями говорю что почему я то должен чем не вы мне предлагаете на другого оператора или что они говорят вообще у нас помечено на 1 января сейчас не буду залазить чтобы не запалить лишнюю информацию на телефоне вот сейчас мы перейдем мегафон и посмотрим общение здесь вот чат поддержки здесь вот пожалуйста приветствую я максим мне отвечает их робот мегафон я говорю переводи скорей и я узнаю вопрос вот у меня то есть один вопрос либо заморозить эти средства 200 рублей которые они вернули пока я вернусь в сочи чтобы там их уже на их тарифе по 15 рублей тратить вот либо же мне воспользоваться тарифой в абхазии как дома за 39 рублей вопрос как не будет передавать интернет меня вот это интересует по каким по какому сотовому оператора они будут передавать то есть насколько мне будет сильный сигнал вот мне батаре ну и и если того мне не хватает то есть 20 гигабайт я бы хотел тариф может быть мощный за 800 рублей там у них есть какой-то там побольше гигабайт не бы его хватило там что-то он прям почти там безлимитный да мне сейчас просто задумка если они мне 1 гигабайт предоставляют вот тут вот я тоже не помню вам сказал нет извините немножко что так как бы бегло вот видите остаток пакета услуг в абхазии как дома мой сколько у меня тут значков то появилось вот еще один а я удалил не тот это было у меня со скрина что ж что ж поделать ладно смотрите 1 гигабайт роуминге подождите же вы же обещали что у меня будет безлимитный интернет какой вот безлимитный интернет вот у меня подключенный вот можем в личный кабинет прийти то есть я узнаю о том что у меня 1 гигабайт после подключения до подключения я этого не знал может быть конечно какая-то моя невнимательность мне надо было где-то зайти и маленькими буковками прочитать это вообще в абхазии как дома то есть мне должны на домашних условиях предоставлять интернет потом выясняется что абхазия как дома как дома а в роуминге 1 гигабайт блять это что за вот ну честно вот просто зла нету мегафон вы ну вы упали в моих глазах честно я не хочу пользоваться вашими этими я пользуюсь только от того что ну другого у меня этого нет вот но интернета мало говорю есть ли смысл мне подключать за 40 рублей ну то есть я вам сейчас немножко повторяю то есть она мне ну просто скидывает общую информацию говорит чем вы недовольны данным услуги тарифом чем недовольна какая мне разница какой мне сейчас тариф если там гигабайт зачем мне вообще надо это я пишу как проверить мне скорость интернета вот 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 смотрите зато на вашем тарифе безлимитный интернет это намного выгоднее что скажете вот она меня то есть не слышит то есть я ее спрашиваю о том что чем у меня будет в абхазии то есть вот это марьяна это кто то есть я не понимаю это мегафон говно или это это марьям не понимает о чем она говорит ладно марьям вашем телефоне тоже раздавать трафик по вай фай и она мне рекомендует спид тест устроит то есть я ее какой тариф может раздавать безлимитно да и какая скорость по каким вы будете сетям раздавать с 1 мегабит мы не договоримся он говорит спид тест устроен то есть понимаете человек не в курсе сколько их операторы раздает скорость то есть я уже устаю говорю что вы там чай пьете я особо не грубил но сарказм постоянно присутствует и не такой благостный хоть в данный момент вот и уже час двадцать я нахожусь так тридцать шесть тридцать девять сорок первый час сухого голода пошел друзья у меня очень сухо во рту и вот так вот живое в лагере сыроедов но это отдельная тема об этом немного рассказываю рассказываю обо всем на своем канале алексей вот просто появляется такой говорит ну я говорю меня интересует раздача интернета на комп какой тариф мне подойдет он говорит у нас сейчас многое вы телефон там чё там да максим я вас понял скорость и качество как блять я вас понял из если зависит от рельефа местности окружающих зданий блять вообще я про это спрашивал я чё блять тебе дурак что ли ну такой вот подключение будет осуществляться к местному этом хорошо тут как бы понятно тут немножко как бы я не увидел сразу ложных слов то есть вот 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 следующая предела сейчас залез в услуги что за дела сегодня подключено замени гудок то есть вообще просто игнорирует этот вопрос и отключите платные услуги срочно уже пожалуйста вас прошу опять отвечаем абоненту порядке очереди что еще подсказать блять как еще что подсказать отключи услуги понимаете но это просто вот прям бешенство понимаете 6 часов уже ты что еще подсказать он мне вот пять часов спрашивает то есть они просто не шевелятся просто вообще у них зарплата от того как больше раз кто кого на кого переподключат нет платных услуг абонентская плата по тарифу включайся то есть вот он не лечит я тогда почему то есть понимаете я уже настаиваю а представляете как старый человек пользовавшийся мегафоном узнать что у него три платных услуги он просто видит будет видеть списание не будет знать как это сделать даже если этот старый человек обратиться ко мне мне придется точно также разоряться точно также тянуть вот их службу поддержки обсирать их общаться с ними вот и то есть я пишу то есть они видите пишут на вашем номере нет платных услуг мегафон не пишет я говорю я вижу 9 безоплатных и 3 платных услуги уточните пожалуйста название услуг я проверю уже ирина пишет я уточняю уже мария то есть смотрите время ирина 605 подошла я тут же я отвечаю и тут тут же да ну то есть спустя пять минут отвечает мария когда у вас были данные списания и ну но не тут же да то есть она просто этим тупым вопросами наставят просто вообще я ушел я возвращаюсь и говорю я вижу что три платные дмитрий то данных услуг есть бесплатный период зачем ты мне это жуешь мне звонил мегафоны и они мне сказали что наш беспонтовый лозунг будет у вас звучать на грудке это бесплатно то есть эта информация была озвучена у меня записано это на никтофон мы можем это найти просто сейчас если я открою там будет но запалены все номера с кем я общался последнее время поэтому мы не будем это делать я говорю отключите пожалуйста люди есть там кто то есть понимаете вот я уже пишусь пожалуйста очень вас прошу умоляю отключите своего вольно подключенные услуги я отключил больше не вас не будет у захожу туда сообщение и там не было а вот sms вот о том что вам звонили плюс отключили отбудки не было я отключите гудок роман уже отключена я захожу еще раз проверяю вижу что ура вижу все дальше дети мне не нужен интернет какой тариф не подойдет то есть до сих пор время 7 часов начали 4 я до сих пор не выяснилось у вас подключен отличный тариф вот который вы можете подключить бесплатную опцию безлимитный интернет вот на что я захожу в еще раз хотите покажу вот у нас галерея вот где у нас написано на вашем тарифе опции недоступна выберите новый тариф как вот эти слова и те могут вместе вообще быть связаны то у них там вообще вот вот смотрите вот безлимитный интернет и раздавать интернет трафик на другое устройство недоступно на вашем тарифе то есть я ему поясняю ситуацию которую он только что указал сейчас я вам его включу то есть сам он смог включить я не могу включить я вам включил душевно благодарю но я понимаю потому что человеческий фактор то есть может быть эта компания не люди да то есть хотя с той же мария но вот но просто не говорит что воспользуйся спид тест может ты меня еще в instagram продвигать научишь вот спрашивал какой подвох подвох мы теперь видим подвох следующем заключается в том что а ну вот в моем случае у меня только 1 гигабайт интернет не стала переключаться похоже он уже кончать этот 1 гигабайт вот он не просто попробуй никакого подвоха нет сегодня уже екатерина да сегодня весь работы под модернизации то есть у них модернизации идут наверно каждый день вот не переживайте успешно поэтому можете по неограниченном объеме кроме торрента я то есть но интересуюсь все таки про youtube что вы мне скажете лимит заканчивается там сим-карта телефона опять специалист при раздаче трафика будет расходов основной пакет по тарифу пишет мне максим то есть у меня 20 гигабайт ау то есть я уже устал уже восемь часов вечера для то есть сейчас я пытаюсь за абхазию понять то есть например в аквафоне в нормальном абхазском операторе ну не могу сказать нормальный ну как бы какой есть в нем ты подключаешь сегодня завтра тебе предоставляют новый тариф то есть как бы но если тебе так быстро надо ну так быстро не получится а микрофоне естественно как только ты нажал комбинацию клавиш сразу у тебя происходит списание и то есть восемь часов вечера но мне не хотелось бы я не потрачу этот трафик который они мне предоставят и зачем мне платить за эти сутки вот напишите комп команды собственно в абхазии как дома ваш тариф действует подключение столько это столько можете узнать личном кабинете над понятно а сегодня были трудности с интернетом вот я все-таки его включил вот и меня вопрос когда мне начислять следующий пакет минут понимаете я был подключен договор от 18 числа вот когда то есть на новый год на начало месяца будет начало то есть опять 700 минут начисленные или когда то есть одно и то же вот понимаете вот вот 700 700 то есть и одно и то же спрашиваю перевожу вас на специалисты очень жду в начале месяца или 18 числа елизавета пишет тариф обновляется в дату подключения это 27 число каждого месяца о чем ты говоришь елизавета что за это что за вот ну помощник вот этот вот в 10 45 не отвечает о чем она как они там работать за что не получают деньги господи пожалуйста прости меня не поняла вы про дату списания то есть она не поняла то есть я три раза задал вопрос вот выше выше вот три одинаковых вопроса вот первый вопрос когда у меня зачисление следующего пакета минут когда минуты когда будет начислено эти 700 минут в пакеты до какого мне экономить три одинаковых вопроса вот она мне пишет не уже елена то есть вы продаете списание прием прием специалист на связи кихи хаха вот почему елизавета то есть в личном кабинете 4 я смотрю много клиентов обратилась я приношу свои извинения пакет обновляется 4 января почему 4 я вижу что у меня конференц-связь подключена 4 декабря вот хорошо что бесплатная это услуга ладно идем дальше в рамках абхазия интернет как дома абхазия как дома интернет 1 гигабайт сутки общий объем интернета тарифа не может превышать то есть понимаете до этого мы говорили о безлимитных каких-то вещах а теперь мы говорим о том что один гигабайт у нас у нас у нас все звонки sms и мобильный интернет по домашним ценам вот здесь я не вижу где один гигабайт почему вот так что мегафон я вас люблю вот смотрите на меня мое лицо вот жду ваших объяснений ссылочку вам обязательно скину в чат можете подписаться на мой канал следить за мои мест новостями вот я нигде не прячусь я легко найти друзья на и продолжение нашего видео с мегафоном как мы видим посмотрите расходы за февраль звонки да за входящий 129 рублей но но у нас в январе уже минус 54 было я не пользовался связи и кто брал трубку там я даже вообще понятия не имею то есть услуги связи уже были приостановлены но но даже получается но это в принципе у всех сотовых операторов такой косяк вот они списали у меня за ровно списывали абонентскую а услуги эти в последний день не предоставили то есть у меня получился минус на счету деньги списаны за услуги а услуги не предоставлены почему вы так делаете так операторами сейчас фигня так вот за декабрь уже у меня поинтереснее тут расходы уже даже сообщение каких-то базовых услуги опции за 5 рублей удержание вызова вообще прям они порой прям как будто придумала такие чтобы нам ставить это меня через следующие странные моменты что мы смотрим отпуск без забот 18 декабря была подключена я уже не пользовался вообще симкой мобильный интернет странно очень выходим отсюда и смотрим что пишет нам робот робот пишет мне следующее вот ему говорю первое говорю и и я еду бы вечер в обходе когда мне подключена хочу мое это убрал представляете даже даже мои слова они удалили которая того что писал то есть я написал под первое говоря включи мне опцию в абхазии как дома не подключена ты согласитесь было бы непонятно если бы ни с того ни с сего до общаясь вот мы вот предыдущие вот это вот какого числа было вот 17 января да вот и тут бах он ни с того ни сего я елена они просто удаляют переписку с чата еще один косяк второе как феврале было списание за входящий звонок если симка в минус 54 рубля уже блокирована как так и он не пишет что но у вас есть платные услуги хотите узнать какие да ну это понятно дополнительно вы оплачиваете в абхазии как дома 47 рублей понимаете только что пишет вот что в абхазии как дома не подключена на вашем номере тоже пишет дополнительно вы оплачиваете вы чертите сука мегафон дохожу еще просто внутренняя ошибка вот такие дела здравствуйте компания мегафон меня зовут анастасия чем я могу вам помочь здравствуйте анастасия я недавно купил сим-карту в сочи у меня первый день побыл интернет сейчас у меня его нету почему как я могу к вам обращаться максим не зовут максим очень приятно максим на данный момент система не работает нет возможности проверить информацию удобно если будет я вам перезвоню в течение до удобно ожидайте пожалуйста хорошо добрый день я елена виртуальная помощь компании мегафон елена связаться с оператором помоги пожалуйста связаться с оператором ваш баланс 10 рублей ровно связаться с оператором ваш тариф включается общайся 20 декабря 2018 года будет списана абонентская плата в размере 15 рублей ровно знаю подробную информацию о тарифе хотите расскажу нет я хочу связаться с оператором свидетелем онлайн общение тариф включайся общайся за 450 рублей в месяц дома и поездки в россии доступны безлимит на соцсети и мессенджеры 2 гигабайки возможности включить длинный интернет 700 минут на местные обильные номера и любые номера россии более 50 телеканалов два фильма и безлимитный интернет на мегафонтв для с кого начинается общение извини с оператором у вас отключены дополнительные услуги если хотите узнать подробности скажите да нет хочу поговорить оператором хочу поговорить оператором у меня проблемы с интернетом соединяю со специалистом абонентской службы мы рады вашему звонку сейчас мы переведем ваш звонок на специалиста дождитесь его ответа оставайтесь на линии специалист сможет ответить на ваш вопрос менее чем через 3 минуты здравствуйте меня зовут Евгений слушаю вас здравствуйте Евгений меня зовут Максим вот у меня случился небольшой казус я купил 2 назад сим карту тарифным планом там 20 гигабайт 700 минут в месяц с абонентской платы 15 рублей в день знаете такой тарифный план с абонентской платы 15 рублей в месяц не в день в день в день я не понял ага слушаю что перебил у вас тарифный план включайся общайся сейчас на этом номере подключен по нему специальные сутки происходят все верно хорошо а можно пояснить тогда куда мне еще были списаны средства я третий день на связи у меня уже 90 рублей нет так я вас понял я вижу то что у вас максим по данной теме уже составлена заявка она сейчас находится в обработке то есть то что вижу то что списание за интернет происходили и предыдущий сотрудник когда вы обращались оставил по данной теме заявку сейчас заявка находится в обработке у наших технических социалистов а по результату рассмотрения они с вами свяжутся если списания были некорректные то есть информация подтвердится что ошибка с нашей стороны то денежные средства на ваш номер будут возвращены автоматически я приняшу извинения за сложившуюся ситуацию как проверить остаток минут сейчас условия немного поменялись и скажем так комбинацию закрыли можете воспользоваться личным кабинетом на данном номере он доступен можете с любого устройства зайти то есть даже с компьютера так как у вас без интернета понимаете же вы же меня без интернета оставили я могу только вам звонить хорошо я вас понял я и говорю то что у вас на телефоне так как нет интернета можете с компьютера к примеру в него зайти там можете остатки проверять ну или когда у вас интернет начислят можете также начать личным кабинетом пользоваться меня зовут Алина слушаю вас я здесь заработаю Алина здравствуй это тариф там что-то Максим меня зовут слушай говори там и вот у меня короче денег списали интернет мне предоставили за сутки обещали решить вопрос вот хочу чтобы он решился он решается поэтому номер Максим да да я вижу заявка была составлена эта проблема еще устраняется вот а там можно как бы пинка волшебного дать там специалистам там или чего там антеннам звездам там что там что совпало все короче в елочку я укажу что вы недовольны срочно посмотрите что как можно скорее все устранили по вашему ну да да потому что я сейчас с вайфая уйду и как бы ну обидно будет ну и что денег на счет вложить или сейчас когда списание будет у меня то мне должны были немножко копеечек вернуть просто я сейчас выйду с дома и я потом что буду не знаю терминалы душить я не вот этот момент меня больше всего беспокоит а сейчас я посмотрю у вас вообще четвертого часа тарифный план подключали четвертого а нет прошу прощения восемнадцатого фиксируется да буквально фиксируется то что тариф есть вы так инота не 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 что там четвертого минут буквально когда да хорошо восемнадцатого фиксируется ну хорошо вам смс смотрите вы когда подключали тарифный план у вас тут скидки подключены какие-то минут буквально нет ничего я не подключал минуту если хотите я пойду глаз выколю вашему специалисту в магазине у вас сейчас посуточное списание фиксируется ну по пятнадцать рублей ну хорошо у меня было сто рублей три дня минус сорок пять рублей верните мы я вас понимаю мы занимаемся этой проблемой вот я же вижу у меня минус пять стало да рублей сейчас сейчас ну то есть я сейчас уже не позвони никому нет хорошо что я хоть сейчас перед выходом с отеля это вспомнил ну что мне тогда закинуть просто деньги хотя бы на сегодня и на завтра или что делать то есть вам необходимо если вы хотите звонить туда пополнить баланс и ждать когда заявка решится угу угу ну да там пинка волшебного поставьте пожалуйста я указала эту информацию потому что сроком вы недовольны ну ну все чё тогда чё целую обнимаю удачного дня поменьше таких как я всего доброго до свидания до свидания благодарю за обращение здравствуйте меня зовут Лия слушаю вас здравствуйте Лия меня Максим зовут вот звоню за сегодня уже третий раз и обращаю ваше внимание что разговоры с вами тоже записываются вот я недоволен вашей компанией я купил симку восемнадцатого числа мне до сих пор не могу предоставить интернет я сейчас уезжаю с отеля и ну крайне печально мне что покупать другую симку или что делать с вами как вы вообще вот на это смотрите вот как лицо компании Лилия это хорошо или что по вашему вопросу составлено уже обращение ну чё там не шевелятся люди почему так я купил симку и не пойму ещё что у меня происходит мне скажите какой выход мне что делать составлено обращение и чё теперь это какой-то приходи завтра называется вам сейчас рекомендую ожидать решение этой ситуации потому что пока проблема не решена ну решайте её давайте я подожду повисю на проводе шевелите там поляну как-то что-то решайте вопрос я чё сколько должен я планирую предать решение 1 января 1 января это вы мне сейчас серьёзно а чё сразу не мог предыдущий человек сказать что Максим ты останешься без связи покупай другую симку мегафон говно не могли сразу так сказать а Лилия зачем так негативно ну а зачем вы так поступаете нахуя я покупал эту сим карту выражайте пожалуйста корректно произошёл технический сбой от лица компании но я в чём виноват ну мне чё ваше извинение я не знаю я сейчас на текущий момент у вас планируемая дата решения именно первое число вам необходимо дождаться как только наши коллеги устранят данную ситуацию можете пользоваться номером интернетом можете пользоваться мне 1 января уже не надо будет я вот неделю в Сочи нахожусь мне нужен сейчас интернет через неделю он не нужен давайте я не знаю вы сегодня есть не будете послезавтра поедите или 1 января как ваша компания планирует возмещать мне моральный ущерб у меня такая информация неизвестна ну поинтересуйтесь пожалуйста потому что ну я чё вам вообще просто так вот вот через вас через третье лицо услышал такое мы приносим извинения а мне чё ваши извинения мне интернет нужен я чё должен делать чё просто покивать головки согласиться с вами или чё или сильно такая большая сотовая сеть что на всех пофигу так вот по отдельности на каждого клиента да я думал вы лучше МТС а вы чё то у вас свои фишки мне чё делать приходят какие то смс там мегафон там агф или чё там какие то ссылки кидаете зачем мне это всё вам сейчас только ожидать решение по заявке к сожалению именно я вам чем то помочь по решению этой ситуации не смогу я могу сказать что мне все разговоры с вами записаны и вот ну в каком то не общаюсь это уже как бы моё дело в каком то не общаюсь про вас фильм можно снимать и негативный отзыв будет на ютуб выложен поэтому можете ожидать вот привет компании жду возмещения морального ущерба до свидания всего доброго ну всё друзья всем пока и остерегайтесь некачественных сотовых операторов хотя с ними с каждыми и за каждым есть грешочек вот у меня были стычки и с билайном и с МТС и не знаю может быть я такой плохой напишите в комментариях в чём я карал конечно немножко как сказать трудновато признавать да что на самом деле ну получается я как бы говорю наверно о том что типа я лох да такую пользуюсь такими лоханскими услугами или не могу себе позволить проплачивать их пиздёж ну извините друзья вот так вот захотел я докопаться и печальная мегафон хотя очень очень интересные тарифы цены интересные но вот а сервис вообще прям вот вот как в крыму такое же голову Продолжение следует...